Эфир телеканала СКАД продолжает Самарский телевизионный вестник в студии Павел Баймаков. Здравствуйте. Срок действия QR-кодов, сертификатов о вакцинации против COVID-19 решили сократить. Впрочем, касается это только тех граждан, которые переболели коронавирусом после прививки. Действительным их документ будет лишь 6 месяцев. Об этом сказано в соответствующем приказе Минздрава России. QR-кодов всех, кто привился, но не заболел, по-прежнему будут действовать на протяжении года. В Самаре в будущем году планируют запустить новые трамвайные маршруты. Они свяжут Безымянку и 15-й микрорайон с 9, 10 и 11 микрорайонами. Такое станет возможным благодаря строительству левого поворота с улицы Нововокзальной на Ставропольскую. Проект уже готов. К работам на перекрестке собираются приступить в следующем году. Кроме того, там собираются установить автоматические стрелочные переводы. Подобные недавно смонтировали на пересечении улиц Новосадовой и Нововокзальной. Это упростило работу водителей трамваев. Теперь им не нужно выходить и самостоятельно переводить стрелки. С 20 ноября изменится расписание грузовой переправы Самара-Рождествена. Об этом пишут на официальном сайте Самарского речного пассажирского предприятия. Так, от октябрьского спуска паром будет отправляться ежедневно в 8 утра и в 6 вечера. От причала Рождествена в 6 утра и в 16.30. А в будние дни с понедельника по пятницу переправиться из Самары можно будет и в 14 часов, а из Рождествена в 12.30. Стоит отметить, дневные рейсы в выходные отменили. В регионе подтвердили еще 1764 случая заболевания коронавирусом. Больше всего новых пациентов в Самаре 659 человек. 391 в Тольятти, 81 в Новокуйбышевске. 1602 человек обследованы с диагнозом внебольничной пневмонии и ОРВИ. 162 выявлено при проведении профилактического обследования лиц, не имеющих клинических проявлений болезни. Таким образом, всего с начала пандемии в Самарской области выявили 165 751 случаи заболевания коронавирусом. Большинство полностью выздоровели. За минувшие сутки из медучреждения региона выписано 1118 пациентов. Увы, но увеличилось и число тех, кто так и не смог побороть опасный вирус. За все время наблюдений жертвами COVID-19 стали 5145 наших земляков. Только за прошедшие 24 часа скончались еще 29 человек в возрасте от 52 до 92 лет. Практически у всех были сопутствующие хронические заболевания. Отсутствие отопления и забитая канализация уже не первый год. С этими проблемами не могут справиться жители 41-го дома по улице Красноармейская. Людей готовят к расселению. По их словам, оно запланировано на 2022 год. Но до этого им как-то нужно существовать, а ситуация с каждым днем ухудшается. Подробнее об этом расскажем в нашей постоянной рубрике «Дежурные по городу». А у нас сосед, когда на первом этаже включает воду, у нас вода все, у нас вода уже не идет. И мы сидим без воды, пока он что-то не сделает. На кухне стоят дежурные бутылки и ведра с водой. Перебои с водоснабжением начались несколько лет назад, рассказывают жильцы. Да использовать ее толком нельзя. Канализационная труба забита. И если сверху спустить воду, то она непременно окажется в квартире у соседей на первом этаже. Мы не можем ни водой пользоваться, естественно, ни умыться, ни тарелки не помыть, не говоря там о чем-то другом. Вся вода идет сразу на первый этаж. Там женщина за 80 лет. Я говорю, если я что-то помою, я бегу к ней, я говорю, давай, Людей, я тебе помогу, ведро воды вылью. Потому что ей приходится выливать воду. А нас предупредили, если вы будете выливать на улицу, мы вас оштрафуем. А куда нам выливать? У нас нет туалета, никакой нету даже куда-то что-то выливать. Что нам делать? Чиновники, говорит, женщина только пугают штрафами. А вот помочь делом почему-то не хотят. Не торопятся на помощи коммунальщики. Уже много раз жители обращались в обслуживающую организацию не только. Но везде лишь разводят руками. В РЭО обращались, в СКС обращались. Все друг на друга валят. И, в общем, никто ничего не делает. Я вот говорю, с 2019 года мы ничего не можем добиться. В 2022 году, по словам жильцов, их планируют расселить. Но когда это произойдет, неизвестно. Как все это время жить в таких условиях, люди не понимают. В доме, кстати, и проблемы с отоплением. Людям приходится обогреваться с помощью газовой плиты. А это опасно. Как электронагревательные приборы, проводка старая. Может не выдержать. Те жильцы, у кого была возможность, уже съехали. А вот некоторым идти больше некуда. Вот и приходится людям выживать. Жители двухэтажки надеются, что на их проблему все же обратят внимание. И ответственные службы все же исполняют свои обязательства. Дмитрий Павлов, Павел Боймаков, Олег Алочкин СТВ. В Самаре сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который пришел в магазин с гранатой. Инцидент произошел средь белой дня в Куйбышевском районе. В продуктовый павильон на Страмиловском шоссе зашел неизвестный и устроил дебош. В какой-то момент он вытащил из кармана предмет, похожий на гранату, и бросил ее на пол. Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. Уже через несколько минут дежурный экипаж Росгвардии был на месте. Из здания всех эвакуировали, затем прибывшие взрывотехники обследовали предмет. Как выяснилось, это был муляж, не представляющий никакой опасности. Нетрезвого дебошира задержали и передали полицейским. А вы гранату откуда взяли? Я? Гранату? Да. Я не знаю, я нашел. А где нашли? Вот я клянусь и богу, мне как сувенир ее продали. Понятно. А зачем вы тогда противоправные действия совершенствовали? Я ничего не делал. Я вообще ничего не делал. Изъятие 300 тонн контрафакта, 12 уголовных дел по факту незаконного оборота наркотиков и ДТП с пострадавшим в Ставропольском районе. Подробнее об этом и не только. Расскажем в обзоре происшествий. Один человек пострадал в результате ДТП в Ставропольском районе. Авария произошла около 9 утра 18 ноября на автодороге Урал-Ширяево. По данным ГИБДД, 34-летнего из Тельвазовской легковушки превысил скорость, не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии водитель получил травмы. Его доставили в больницу. По данным полиции, с начала года пострадавшего 35 раз штрафовали за превышение скорости. Более двух килограммов наркотиков и психотропных веществ изъяли полицейские в ходе проведения второго этапа акции «Сообщи», где торгуют смертью. На телефон горячей линии поступило более 50 обращений от граждан. Правоохранителями было выявлено 12 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Возбуждено более 10 уголовных дел. Кроме того, по итогам проведения второго этапа акции выявлено 126 административных правонарушений. В основном они касались употребления запрещенных веществ. Полицейскими обнаружено пять интернет-ресурсов, осуществлявших распространение материалов о наркотиках. Информация о них направлена в Роскомнадзор. В настоящее время они заблокированы. Почти семь лет колонии строгого режима. Такой приговор вынесли уроженцу одной из соседних республик. Мужчину признали виновным в незаконном обороте наркотиков. Подозреваемый был задержан сотрудниками областного управления ФСБ в июне этого года. У него изъяли крупную партию героина. Порядка 300 тонн товаров сомнительного качества было изъято в ходе совместной спецоперации таможенной службы и областного управления Росгвардии. В ходе рейда, который проходил недалеко от российско-казахстанской границы, было проверено несколько десятков грузовиков. Как выяснилось, в каждом втором перевозилась контрафактная немаркированная продукция. Это парфюмерия, одежда и обувь. По предварительным подсчетам, стоимость изъятого оценили примерно в 400 миллионов рублей. Сейчас фуры с задержанным товаром находятся в зоне таможенного контроля. Проводится проверка. Самый родной и близкий человек, который всегда рядом. В Самаре чествовали лучших отцов. Знака общественного признания во славу отцовства в этом году удостоились 25 человек. Это мужчины, жители разных районов региона. Какие они лучшие отцы, увидела наша съемочная группа. Кто научит строить дом, управлять автомобилем и ловить рыбу, поможет стать сильным и ловким. Конечно же, за развитие этих умений и качеств у ребенка в первую очередь отвечает отец. В семье Максима Горельченко четверо детей. Ко всему прочему, отец семейства учит их петь. Сам пишет песни. По словам Максима, семья – это главная ценность в его жизни и старается каждый день доказывать это. Они всегда знают, что папа рядом. В нужный момент он окажется рядом. И его верное плечо всегда поможет, всегда подскочит, все исправит, все поможет, все сделает, научит, расскажет, передаст свой опыт. Все, что я накопил, и мамы, мы все передаем своим детям. Это же главная задача. Научить наших детей преодолевать любые трудности. Идти по жизни радостно. Делиться этой радостью с окружающими. Быть полезными обществу. Вот это самое главное. Добрая традиция честовать лучших отцов в Самарской области зародилась еще в 2007 году. Тогда и был организован конкурс, где награда является знак общественного признания во славу отцовства. За 14 лет его удостоены 474 жителя региона. Достойно воспитавшие иногда не только родных, но и приемных детей. У нас номинации различные. У нас приветствуются и награждаются те папы, у которых дети достигли каких-то успехов в учебе, в труде. Награждаются те папы, которые воспитали много детей, многодетные родители. Награждаются те папы, которые воспитывали приемных детей, опекаемых детей. Поэтому мы каждому хотим сказать спасибо и показать его труд. Если мы с вами говорим о развитии Самары, любимой Самарской области, мы, конечно, должны рассказывать о истории семей, которые формируют вот этот большой вклад региона в будущее и в историю всей страны. А, конечно, вклад региона невозможен без вклада семьи. В этом году в Самарской области знака общественного признания во славу отцовства удостоились 25 человек. Но все же, как говорят сами конкурсанты, главная награда в их жизни – это крепкая, любящая семья. Павел Баймаков, Олег Галочкин, СТВ. В выходные в Самаре будет ветрено и снежно. Уже в пятницу в регионе объявлен желтый уровень опасности. Ожидается усиление юго-западного ветра. Порывы 15-18 метров в секунду. В субботу 20 ноября будет облачно, при этом возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами порывы 17-22 метров в секунду. При этом температура воздуха от плюс 2 до минус 3 градусов. Местами гололедится и снежный накат. Примерно такая же погода сохранится и в воскресенье, и в понедельник. На этом у нас все. Интересные новости и программы можно также посмотреть и прочитать на информационно-аналитическом сайте gslimansky.ru. Смотрите наши новости на канале YouTube. На ваших экранах QR-код. Сканируйте его в камере приложения. Мы же с вами прощаемся. Всего доброго. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...